Наступивший год в нашей стране объявлен годом экологии. Это прямое указание на приоритет государственной политики в отношении экологических вопросов. Хотя пристальное внимание к некоторым объектам сохраняется уже много лет, вне зависимости от политики. С вами программа «Вызов принят» и Марина Комиссарова. Прокуратура области совместно с УФСБ России по Рязанской области проверяет информацию о возможном размещении опасных отходов на полигоне химволокна в районе Турлатова. Я хочу отметить сейчас преждевременно делать какие-либо выводы, потому что, насколько я обладаю информацией, в ходе этой проверки были изъяты образцы почвы. И по результатам исследований мы уже можем точно сказать, в каком объеме были размещены бытовые отходы, к какому классу опасности они относятся и является ли это фактом угрожающим экологии окружающей среды. Площадка попала в поле зрения правоохранительных и контролирующих органов еще в 2010 году, когда там появился собственник в лице некого господина Деева, на тот момент возглавлявшего организацию ООО «Вест». Данная организация на законных основаниях приобрела в собственности указанный полигон, но попыталась в свое время разместить там бытовые промышленные отходы без определения класса опасности. Хочу напомнить, что действующее законодательство особенно защищает возможность незаконного размещения отходов с повышенным классом опасности, это от первого до четвертого класса опасности. Для того, чтобы разместить указанные отходы на любом полигоне, даже приобретенном на законных основаниях, необходимо иметь заключение экологической экспертизы, соответствующие лицензии и, естественно, лимиты, которые выделяются в зависимости от места захоронения, объема захоронения и класса опасности данных отходов. С 2011 года прокуратура вынуждена была активно вмешиваться в ситуацию на этой площадке. Где учредители организации пытались размещать отходы разных классов опасности. Таких организаций целый список. Это ООО ДФМ, ООО ДТА Сервис, ООО ВЕСТ, ООО Калибри, ООО ЭКОСОЮЗ. Хочу отдельно отметить в своем кратком выступлении деятельность отдельных этих ООО, которые, грубо говоря, нарушили действующее федеральное законодательство. И что привело к вмешательству оперативного прокуратуры области путем обращения в суд о запрещении деятельности указанных ООО, связанных с размещением отходов. Это 2015 год. Последнее решение суда состоялось, которое окончательно подвело законную точку зрения и поддержало решением судов вплоть до вышестоящих инстанций. Хотя оно и было вынесено в августе 2015 года, но вступило в законы силы значительно позже. Была запрещена деятельность на указанном полигоне всем указанным организациям, которых я здесь обозначил. Одна из них ООО ДФМ, который возглавлял в свое время собственника этого полигона, деятельность была еще запрещена в 2012 году решением Коломенского суда. Поскольку ООО ВЕСТ, тоже имеющее отношение к этой деятельности, заключало договор на возможности размещения отходов. В ходе проверки было выявлено, что лицензии на размещение отходов у организации имелись. Но при более глубоком анализе оказалось, что лицензии эти дают возможность осуществлять деятельность исключительно в отношении бытовых отходов. Когда возникли сомнения в ходе рассмотрения, насколько я помню, судебных процессов, сторона всех этих представителей ООО многочисленных доказывала свою правоту, ссылаясь, что они поставляли отходы соответствующих класс опасности, на что у них имеется лицензия. Но по решению суда они были обязаны провести экологическую экспертизу и представить соответствующий документ, подтверждающий направо заниматься этой деятельностью. Ни одна из этих организаций в ходе обжалования судебных решений, которые были инициированы прокуратурой области, не добилась их отмены. То есть на сегодняшний момент ни одна из этих организаций не представила документы, подтверждая, что они осуществляли законную деятельность. Юридически подкованные сотрудники организации научились пользоваться той ситуацией, что осуществлять деятельность возможно, пока решение суда не вступило в законную силу. Ряд представителей этих ООО пытался размещать отходы нефтепродуктов уже после вынесения судебного решения не в их пользу. 22 января 2015 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одной из организаций – «Экосоюз». Поскольку все решения суда обжаловались и не вступали в законную силу, фирма, используя лицензию на захоронение нефтепродуктов, разместила на площадке отходы. Но совсем другого класса опасности, нежели позволяла лицензия. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место, взяли образцы и установили, что класс опасности серьезный. Ущерб экологии причинен значительный. И в результате Следственный комитет возбудил уголовное дело. Я не исключаю, что возможно на территории Рязанской области в ноябре-декабре, потому что сейчас и прокуратуры, и ФСБ, и всеми заинтересованными лицами устанавливается время размещения отходов и законность перевозки. Поскольку практика нашего надзора показала, что ни одного отхода из Рязанской области на протяжении последних пяти лет на указанном полигоне не размещалось. Имели факты попытки ввести сюда отходы из Волгоградской области, Воронежской области, ряда наших соседних областей, которые входили в структуру ЦФО. Последний факт, по которому сейчас проводится совместная проверка, по оперативным сведениям, которые я не имею права сейчас и разглашать, завоз этих отходов был произведен с субъекта Российской Федерации, который не входит в состав ЦФО. В настоящее время проводится проверка, устанавливают водителей, которые, возможно, в конце 2016 года привозили сюда отходы. Происходит долгая процедура исследования образцов, ориентировочные результаты будут готовы через 10 дней после начала проверки. В настоящий момент мы плотно работаем с природоохранной прокуратурой, поскольку, согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации, между прокуратурами субъектов и спецпрокуратурами есть и разверничения в плане надзора за соблюдением и нарушением законодательства по экологии. Но я думаю и надеюсь на тесное сотрудничество с Волжской природоохранной прокуратурой, что этот вопрос мы доведем до логичного конца с установлением всех виновных лиц и с наказанием вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Опять повторяю, если для этого будут законные основания. Закон позволяет юридическому лицу закрыть одну фирму и открыть другую. Судебные приставы приходят исполнять судебное решение, а фирмы уже нет. Приходится, согласно закону, снова инициировать предъявление иска в суд. В межрайонном отделе по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов Рязанской области на исполнении находятся три исполнительных производства, возбужденных на основании исполнительных листов Октябрьского районного суда города Рязани, предметом исполнения которых является запрет от осуществления деятельности по передаче и использованию объекта, размещенному по адресу город Рязани, район Турлату, дом 1, сооружение 1-3, в качестве полигона для размещения промышленных отходов. В ходе совершения испытательных действий был установлен факт неисполнения судебного решения. В настоящее время рассматриваются вопросы о привлечении лиц к административной и иной ответственности при усмотре действия законодательства. Многие субъекты страны стремятся избавиться от опасных отходов, нефтепродуктов, пестицидов, которые утилизировать непросто. Закопать их в землю или поместить в скважины – не выход из ситуации. Существует дорогостоящая процедура по уничтожению отходов. Должен быть специально оборудованный полигон, расположенный как можно отдаленнее от населенных пунктов. Мы сейчас сталкиваемся с таким случаем, когда вопреки и здравым смыслам, потому что вот эти все представители этих фирм, да, у них регистрации есть в Московской области и так далее, но многие из них, их работники, живут здесь на территории города Рязани. Эти люди, они не думают, чем будут дышать, чем питаться, в какой речке будут купаться и какие ягоды будут собирать их дети и внуки. Надо понимать, что речь идет не просто об ущербе экологии, но о грядущей возможной экологической катастрофе. Вот уже много лет Евгений Рыбаков и основанная им общественная организация борются с факторами, разрушающими баланс в окружающей среде. Он акцентирует внимание – допускать продолжение деятельности на копительной площадке нельзя. – История с 2011 года продолжается. Не знаю, его в курсе нет. Тут и суды были, и районный суд, и областной в 2013 году вынес постановление, что запретить здесь размещение отходов опасных. Тем не менее, у нас всегда поступали, не всегда, периодически, так скажем, сигналы о том, что здесь деятельность продолжается, что здесь фуры приходят, чего-то разгружают. И вот сейчас наш источник, я, к сожалению, не могу его выдавать. Была тоже информация, но Рязань – город маленький. От 5 до 15 машин ежедневно приходят. И дальше мы поступили просто. В открытых источниках есть такой сайт – at.su. Это агрегатор логистический, где видно, что каждый день сюда ходят машины, привозят серную кислоту, концентрированную, отработанную, 77%. Это второй класс опасности. Прямо отсюда, это отчетливо видно на карте местности, и на съемке с воздуха берет начало река Листвянка. Можете посмотреть на карте Google, или Яндекс, или вот съемки с квадрокоптера. Там в 50 метрах в одной канал – это исток реки Листвянка. Размещение опасных отходов на промышленных полигонах, насколько я знаю, разрешено, если расстояние доводных объектов полтора километра и больше. А здесь 50 метров – это очень опасно. И вообще это черта города. В преддверии Нового года мы вспоминали о громких делах года уходящего. Возвращаясь к одному из них, сообщаем, вынесен приговор наркодилерам, совершившим жестокую расправу над супругами, собиравшими грибы, и случайно оказавшимися в ненужный момент в ненужном месте. Рязанский областный суд, наконец, вынес решение по делу о расстреле на грибниках. В июле 2015 года супруги случайно изобрели на принадлежащий Мураду Акджиеву и двум его сыновьям участок конопли, за что получили несколько пуль. Мурад, расстрелявший супружескую пару, признан виновным и приговорен к 23 годам лишения свободы, а также штрафу в размере 130 тысяч рублей. Его старший сын получил пять лет колонии за незаконное лишение свободы, а младший – четыре года условно за пособничество в незаконном культивировании наркотиков. В счет компенсации морального вреда в пользу потерпевших судзыскал Сакджаева Мурада – 2 миллиона 900 тысяч рублей и 1 миллион 460 тысяч 574 рубля. Сакджаева Асимана – 345 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде Российской Федерации. Напомним, что трагедия произошла 22 июля 2015 года. Супружеская пара отправилась собирать грибы, однако забрела на плантацию конопли. Охранявшие ее мужчины вместе с сыном связали беззащитных людей, заставили их спуститься в заранее вырытую яму и застрелили. Тела накрыли деревянным щитом и засыпали грунтом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Женщине удалось выжить. Через два дня ее обнаружили местные жители. Придя в сознание, она смогла описать преступников. С вами была программа «Вызов принят». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин